Всем привет и доброго утра на StopGame.ru! Даже если вы из тех, кого и вчерашний шторм не разбудил, о второй части The Last of Us вы наверняка знаете почти всё. Мнение игроков, оценки прессы, соль сюжетного поворота и почему Нил Дракман — главный злодей года. Но интересно же, что об игре думают конкуренты и какие выводы делают, наблюдая за бушующими вокруг проекта страстями. Вот Microsoft, например, так или иначе руководит множеством игровых студий главного калибра, определяя их приоритеты и выдавая указания. Что она полагает успешной практикой, а что провалом. Вот штатные рецензенты отмечают появление в одних из нас два заметных элементов симулятора ходьбы, которых геймеры вроде бы не ожидали. Но выполнена они великолепно и потому работают прекрасно. От игроши роли и вариативности сюжета нет. Но если каждая игра будет давать выбор, то это же ограничит количество историй, которые могут рассказать разработчики. Перестрелки у Naughty Dog традиционно выходят не ахти. И тут от традиций отходить тоже не стали. Боёвка в парцу так себе. Но зато стелс начинает смотреться притягательнее. Игра за диаметрально противоположных протагонистов вызывает очень разные ощущения у геймеров, и финал получился спорным. Но... А нет, здесь без но. Просто отметили. В целом всё круто, вот бы нам же так. Имеем в виду, ожидая грядущие блокбастеры на Xbox. Перечисленные инсайдики утекли в ходе судебного разбирательства между Apple и Epic Games, куда компанию втянули до кучи. Из раскрытых на тяжбе документов мы узнали ещё парочку интересных фактов. Так, Stalker 2 должна выйти в конце 2021 года и стать эксклюзивом Xbox на три месяца. Эксклюзивом в мире консолей. ПК-бояре свои маслины получат без промедления. И раз уж про Stalker вспомнили, тут продолжают публиковать кусочки интервью с пиар-менеджером проекта Захаром Бочаровым. Свежий отрывок проливает свет на длительность прохождения боевика. Но для сравнения, Shadow of Chernobyl можно было изучить полностью за 44 часа, Call of Pripyat за 32, а номерной сиквел потребует уже сотен часов вашего времени. Даже если не отвлекаться на исследования локаций и по бочке, основной сюжет займёт много, очень много времени. Как бы отпуск на нормальное прохождение брать не пришлось. Но вернёмся к утечкам и деньгам. Из тех же судебных материалов стало известно, что Microsoft планировала, или до сих пор планирует, снизить на своих платформах стандартную комиссию с цифровых продаж с 30% до 12%. Об уменьшении МЗД на PC платформодержатель уже объявил, а если такая практика коснётся и Xbox, магазин станет для разработчиков гораздо более соблазнительным вариантом, нежели площадки Sony и Nintendo. Точно такую же почти что треть от суммы продаж забирает себе и Steam. Создатели площадки Humble Bundle таким положением вещей недовольны. Не просто недовольны, а негодуют. Не просто негодуют, а поверители тоже подают в суд. Дескать, Valve держит в три четверти всего рынка компьютерных видеоигр. Имеет с этого 6 миллиардов долларов в год, и жалкие Давиды в лице EA и Microsoft ничего не смогли сделать этому Голиафу. Как ушли в своё время на собственные площадки, так потом и вернулись с позором. Безобразие. Что делать? Надо отнять и поделиться, что ли, долей на рынке. Истец просит наложить судебные ограничения на монополиста и поспособствовать, наконец, росту конкуренции среди торговых площадок. На фоне того, что Valve уже снизила комиссию для самых успешных проектов, да Microsoft щедрыми предложениями переманивает издателей, может и сдвинется с мёртвой точки недвижимый годами барьер. Считаете, что пятая часть Древних Свитков вышла не так давно? А вот как выглядят люди, которые до сих пор её стримят. Ладно, не все люди, но, по крайней мере, Ширли Карри, 84-летняя летсплеерша, показывающая тысячам внучат свои приключения в Скайриме. Её уже пообещали увековечить в шестой части серии, но когда она выйдет? А вот мод с полноценным компаньоном пенсионного возраста доступен уже сейчас. Неотвестно точно, как в жизни, но в мире игры Ширли – варвар с двуручным оружием и смертоносным луком, живущий в уютном домике недалеко от Вайтрана и готовый присоединиться к герою после небольшого квеста. Персонаж говорит голосом бабули-стримерши, травит байки и порой комментирует происходящее. Вопрос о возможности романа остаётся открытым. Для желающих провести бабушку через нежную провинцию, оставляю ссылку прямо под видео. Пока бойцы спецподразделений в Rainbow Six Siege не могли поделить между собой всякие мелочи, типа заложников и контейнеров непонятного содержания, в мире игры произошёл натуральный апокалипсис. Да-да, прямо сегодня. Четвёрку парней на архаичных лошадях заменила ядерная катастрофа, но результат тот же. Воду не пить, воздухом не дышать, ипотекой лучше пока не интересоваться. Оперативников, правда, хлебом не корми, дай за что-нибудь повоевать. Что-нибудь в этот раз – последняя лоза, при помощи которой можно возродить жизнь на земле. И в постапокалиптической версии карты Outback защитники зелень будут оборонять, а атакующие, ясное дело, захватывать. Любопытно, что контейнер с растением можно будет передвигать с места на место. В ходе ивента игроков, как водится, обмажут раскрасками, униформами и прочей косметикой, а продлится событие до 18 мая. Миллионы геймеров не играют в League of Legends, но вот ролики красивые исправно смотрят, да ещё и лайк ставят. Так что мало удивительного в том, что серия короткометражек перерастает в полноценный сериал, тизер которого я вам сейчас и показываю, но он короткий, поэтому давайте обратно на Синематик. Мультфильм под названием Аркейн выйдет осенью и расскажет историю двух чемпионов лиги. Судя по всему, то будут Джинкс и Ви. Поклонникам мобы и красочных видео по её мотивам стоит озаботиться подпиской на стриминговый сервис. Транслировать сериал будут на Netflix. На сайте stopgame.ru в минувший день мультики не крутили, не иначе давали от свежего выпуска Уэса и Флина отойти. Зато опубликовали текстовый обзор аркады New Pokemon Snap, ссылка на который ждёт вас в описании. А это было всё на сегодня. Пока и хорошего вам дня. Субтитры подогнал «Симон»!